О вспышке вируса с тяжелыми симптомами сообщил в воскресенье телеграм-канал Шот. Согласно информации, десятки детей и взрослых попали в больницу в городе Белек, Турция, с высокой температурой, которую медики не могли сбить. У некоторых детей также наблюдались кожные высыпания на руках и ногах. Одна из версий врачей – заражение вирусом Коксаки. Позже в русскоязычных СМИ появились сообщения о том, что похожие вспышки зарегистрированы в школах и детских садах Российской Федерации. Предполагается, что болезнь была импортирована в страну туристами, которые отдыхали в Турции. В Молдове такие случаи не были зарегистрированы, однако врачи рекомендуют незамедлительно обращаться к специалистам в случае повышения температуры или мышечных болей. Я каждый раз призываю людей, если что-то появилось, обращайтесь к врачу. Не занимайтесь самолечением, не идите в аптеку, не покупайте то, что взбредет в голову, не зная ничего о болезни или лекарствах. Тем более, что специального лечения нет, нужно лишь лечить симптомы. Чаще всего болезнь протекает без осложнений, но в некоторых случаях она может привести к серьёзным последствиям. Сначала это может вызвать миокардит, что решаемо, но есть миокардиты, которые представляют собой повышенный риск прогрессирования в дилатационную кардиомиопатию, и тогда ты на всю жизнь попадёшь под наблюдение кардиолога. Это последствия, которые могут привести к панкреатитам и необратимым гепатитам каждый случай разный. Специалисты отмечают, что в нашей стране не только не обнаружено опасного вируса, но и снижается общая заболеваемость ОРВИ. По данным Национального агентства общественного здоровья, в период с 28 октября по 3 ноября в Молдове было зарегистрировано 4902 случая, что более чем на 18% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Большинство случаев было зарегистрировано у детей до 14 лет – 62%. Следует отметить, что случаи сезонного гриппа ещё не были зарегистрированы, хотя каждую неделю мы проверяем людей на всей территории страны. По данным Национального агентства общественного здоровья, и заражаемость коронавирусом показывает хорошую динамику. Таким образом, на предыдущей неделе было зарегистрировано всего 52 случая, что на 22% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Среди детей до 14 лет было зарегистрировано 16 случаев. Напоминаем, в настоящее время в стране проходит национальная кампания по иммунизации против гриппа. Специалисты НАОС рекомендуют населению прививаться и от сезонного гриппа, и от коронавируса.